Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Спустя сутки после опубликования результата в расследовании Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в мельчайших подробностях объяснившего всему миру, как именно и какие конкретно сотрудники ФСБ отравили Навального, из Кремля и его обслуги не последовало никакой реакции. Об этом пишет Игорь Яковенко. Ни слова не проронили ТАСС и РИА Новости. Набрала полный рот воды обычно столь болтливая Симонян вместе со своей RT. Замерли Первый канал, Россия 1 и НТВ. Дмитрий Песков прикинулся веником и застенчиво отменил свою ежедневную пресс-конференцию. И только глубокой ночью с 15 на 16 декабря в программе «Вечер» Владимир Соловьев проделал дырку в стене молчания российского официоза. Прежде чем завершить, расскажу интересненький моментик. Только что завершившим обсуждать катастрофу США, которые, по авторитетному мнению Вячеслава Никонова, после выборов уж точно превратились в страну третьего мира и готовились порадовать страдающих бессонницей россиян приятным сказом о том, как гибнет Украина. Поскольку рассказ Соловьева об интересненьком моменте стал первой реакцией кремлевской обслуги на крайне важное расследование, есть смысл его процитировать. Посмотрев тип расследования берлинского пациента, это мелкий кировский чиновник-воришка, который сейчас служит оппозиционным фюрером в Германии. Он решил присвоить себе чужую славу и совершил то, что немцы уже назвали ошибкой резидента. Американцы умеют работать. Очень честный журналист NYT рассказал, что за несколько месяцев до этого спецслужбы США и Британии передали немецким коллегам это расследование. Американцы не дураки. Они понимают, что в суде такие материалы не примут, поэтому немецкие спецслужбы вбрасывают, а кировский чиновник, проворовавшийся берет. Но резидент совершил ошибку, он подписался под этим и стало ясно, что он работает с материалами АНБ. Конец цитаты. Характерно, что по поводу достоверности самого расследования Соловьев не занимает обычную для кремлевской обслуги позицию тотального отрицания. Единственное, что попытался опровергнуть Соловьев, это упоминание о генерале Богданове, который оказался однокурсником приятеля Соловьева Сатановского. Генерал Богданов не химик, а как и мы с Сатановским, металлург и танкист по военно-учетной специальности, торжествующе заявил Соловьев. По данным расследования, генерал-майор Владимир Богданов, глава Центра спецтехники ФСБ. Непонятно, почему Соловьев с Сатановским, получив специальность металлургов, выбрали своей стезёй, враньё и разжигание ненависти в телевизоре, а Владимир Богданов не мог стать одним из организаторов отравления Навального. Завершая свой рассказ об интересненьком моментике, Соловьев сообщает, что это очень полезный вброс, потому что тут же в нашей стране моментально себя проявили агенты влияния иностранных спецслужб. Но для Соловьева главное, конечно, призвать к репрессиям, желательно массовым. Отрабатывайте. Всё видим, всё понимаем. Спецслужбы осуществили конкретное вмешательство в работу российских сотовых операторов, похитив их базу данных. Это правдивые биллинги или нет? Если неправдивые, значит, это фальшивка. Если правдивые, то как они к ним попали в руки? Надо изучать. Надо кого надо посадить.